Я вам расскажу про медиумы пасты и гели шминки, про сам акрил шминки и как мы будем их миксовать с различными другими материалами, например, с такими как акварель. Что в целом, вкратце можно рассказать о этом продукте. Он заявлен как материал для акрила, но я его использую абсолютно в разных техниках. Единственное, что я его не использовала в пуаше. Серии разные. Серии есть, которые подходят только для акрила. Есть серии, которые подходят абсолютно для любой техники. И есть серии, которые можно, кстати говоря, интереснее использовать даже в масле, нежели в самом акриле, хотя заявлено как акрил. Я подготовила вчера вот такую вот вещь. Она уже, кстати, здесь продемонстрированная. Я на своем опыте тоже ее поделала. Здесь вот один момент. Он даже не успел высохнуть специально. Мы везли в специальной коробочке, чтобы он не отпечатался. Это замедлитель. Замедлитель был нанесен вчера где-то в районе 12 часов дня. И вот он до сих пор не высох. Это к тому, что пропорции были соблюдены полностью. То есть замедлитель работает прямо воочию. Можете видеть, что вот он до сих пор блестит. И с ним можно тоже будет делать всякие интересные штуки. Я тоже сейчас про них вам расскажу. Вот. Это мой личный, скажем так, тест тех материалов, которыми я чаще всего пользуюсь. Здесь далеко не все представлено. Я сейчас буду по очереди обо всем рассказывать. Начну, пожалуй, наверное, с тех, которые отвечают у нас только за акрил. Первое, про которое я уже начала говорить, это медиум, который замедляет высыхание акрила. Разные художники его используют по-разному. Причем кто-то его использует не для высыхания, а для многослойной живописи так называемой. Значит, как оно работает? Официально у них вот здесь вот на упаковке заявлено, что нужно наносить 20% от общей массы акрила. И я с этим не согласна. На практике это не 20%, на практике это процентов 40%, а для достижения многослойной живописи это процентов 70% от массы акрила. Но для того, чтобы пользоваться этим веществом, нужно запастись терпением. Как вы видите, прошли сутки, она чуть-чуть подсохла. Причем подсохла она только в тех местах, где было больше всего акрила. Там она подсохла. Для многослойной живописи нужно примерно 1,5-2 месяца, для того, чтобы получился какой-то вау-эффект. Также вот эта вещь интересно миксуется с другими веществами, с другими пастами в шминке. И одна из паст, моя самая любимая паста, это паста легкой текстуры. Она даже если коробочку покупаете новую, она прям такая легкая-легкая. Ей очень удобно рисовать облака, лепестки цветов. Вообще для объемной живописи эта паста потрясающая. Сколько бы вы ее не нанесли, вес вашего холста увеличится ровно на ту массу, которую она весит. Потом можете подойти, потрогать, она практически полная, весит она может быть грамм 100. С учетом того, что сама упаковка из этого 50% веса. Миксовать их нужно между собой очень аккуратно. Я их использую примерно 50 на 50. И достигается достаточно интересный эффект. Вот этот эффект будет очень интересным тем, что это будет ее расслаивать, вот эту вот массу. Вот, а эта, эту массу, она ее будет слегка бриковать, то есть она ее будет приглушать. И будет такой эффект, как будто вы капаете лак для ногтей в воду. Будет растворчатый, и можно даже потом всякими палочками поводить, и будет очень интересно. Такой же эффект достигается, если вы используете только это вещество с акрилом. Можно водить разными палочками, 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 получится тоже очень интересная многослойная живопись. Вот, дальше тоже очень интересная бутылочка. Эта бутылочка интересна тем, кто не очень хорошо разбирается в акриле, но очень любит масляные краски. Тут неожиданно вам попадает в руки акрил. Вы им пишете, он высыхает, и вы понимаете, что ну вот нету маска, масляного маска. Ну, я же купил, мне же надо. Дальше это использовать. Вы берете вот такой вот медиум. То есть, маски потрясающие получаются, они как масло получаются. Вот здесь вот я продемонстрировала, потом можете подойти, посмотреть, он даже блестит. То есть, акрил сам по себе, когда высыхает, он такой немножечко матовый, если в чистом виде. Если же мы туда добавляем вот это вот вещество, то оно становится как будто бы масляный мазок. Но с ним нужно быть очень осторожным. Я не знаю, какое оно коварное. Что с ним произошло? Я его, во-первых, не прочитала, в какой консистенции его нужно добавлять. Здесь написано один к одному. Я добавила больше, чем акрила. Некачественно промешала. Ну, пока ты рисуешь, ты этого не очень сильно замечаешь. Ну, вроде бы промешанно, промешанно все, начинаешь, значит, наносить это дело на холст. А она, когда высыхает, она превращается в яичную скорлупу, молотую практически. То есть она становится очень колкая, очень ломкая. И какой сюрприз может быть в итоге, что ваш идеальный градиент, возможно, масляный, который вы наносили, он с такими белыми пятнами, непромешанными, которые там при морозе, когда мы перевозили, было холодно, перевозили картину на морозе, он начал откалываться. Масляные мазки, само по себе это вещество, оно не очень хорошо контактирует с другими веществами. Поэтому этот медиум желательно использовать самим по себе и не мешать его ни с какими другими. Пожалуйста. Также не мешайте его с акварелью. Акварель, она его расслаивает. И получается не очень красиво. Хотя есть художники, немцы, немецкий один художник есть, который что делает? Он набирает очень большое количество акварели. Прям как буашку, по типу, кювета выбирает. Замешивает его с этим медиумом и получается, что медиум остается внизу, а акварель как будто бы проникает под ним. Такой, знаете, как лед, под которого залили немножечко, где-то вода повыше, где-то оттепель. Получается такая прекрасная оттепель, но матовая оттепель. Если ее использовать в консистенции не один к одному, а два к одному, то вот эта вот скорлупа, она даже периодически можно ее использовать как кракелюр. То есть, если туда еще добавить пару веществ кракелюра, очень вкусно получается. Дальше я расскажу вам про пасты, которые хороши как для акрила, так и для масла. И они хороши как под акрилом, так и без него. То есть, они хороши сами по себе. Вот это вот нанесено вот этими двумя веществами. Они сами по себе уже имеют блеск, они имеют красивую фактуру, они очень густые, их не надо ничем разбавлять. Они очень самодостаточны. Их можно использовать как между собой, их как большая серия, их там порядка семи различных текстур, оттенков. Но их также очень интересно использовать и под масло. Что делает с ними масло? Когда вы на них наносите масляные краски, оно становится очень мягким. То есть, вот это вот вещество, его можно будет, если вы не брезгуете пальцами тыкать в масло, то можно, собственно, нанести достаточно толстый слой масляных красок. Опять же, нужно терпение, потому что это будет достаточно долго сохнуть. Вы наносите масляные краски, после чего начинаете его прогибать. И вот это вот вещество, если его нанести достаточно толстым слой, оно начинает как желе. Такое, знаете, как мрамилат начинает потихонечку таять. И из этого можно как пластилин, даже как некая полимерная глина, из этого что-то создавать. Но это работает только в том случае, если объем этой пасты и объем масляных красок нанесен в нужном количестве. Но зачастую они сами по себе очень классные. Вы видите, их можно... Они разные, они бывают серебристые, они бывают в виде таких, знаете, как по бумагу сделанных. Я сейчас тоже про них расскажу, полупрозрачных. И вообще эффект сумасшедший. Даже если вы будете использовать такие мастихины, которые такие вот резиновые, силиконовые, с разными фактурами, соответственно, миксовать их с другими веществами не стоит. Больше скажу, что вот с этим веществом, который делают его в виде масляных красок, ни в коем случае делать нельзя. Он их расслаивает. То есть все блестки, которые есть в этой пасте, они все начинают блекнуть. Дальше я продолжу рассказ про вот эту пасту, про легкую. Вот здесь вот я его нанесла. На официальном сайте Шминке девушка протестировала вот эту вот пасту. Она флорист. И ей, конечно, очень понравилось делать объемные цветы. Берете мастихин, черпаете большое количество этой массы и начинаете наносить. То есть вот здесь вот объемно, видно, не видно, вот объемные мазки, которые придают верхний слой, внутренний слой. И получается потрясающая фактура, которую можно носить абсолютно в любом количестве, серьезно, можно всю банку вымазать и вес не прибавиться. Дальше вот эта паста. Ну, честно скажу, Шминке немножечко ее изменили. Раньше у нее была группа поменьше. Она даже в самой банке такая, ее очень сложно каким-либо образом вывалить. И она очень тяжелая. Она безумно тяжелая. Но уникальная вещь этой пасты заключается в чем? Ей безумно классно делать градиент. Даже если вы этот градиент делать не умеете, она скроет все косяки ваши. Поэтому она очень хороша для тех, кто только начинает пользоваться пастами. Попробуйте ей, но учтите, что она очень долго сохнет. То есть за счет вот этих вот крупиц, за счет большого количества акрила требуется большое достаточно терпение. То есть у меня вот эта вот вещь, я ее делала вчера в районе двух часов дня. Она у меня высохла часов через шесть. Сейчас я вам расскажу про свои любимые два медиума пасты. Они разные. Одна покрупнее, фактура другая помельче. Немцы их просто называют бумагой. Жидкая бумага. Что они из себя представляют? Причем жидкая прозрачная бумага. Что они из себя представляют? Я сделала два гита. Значит, здесь вот она крупная. Вот здесь вот она мелкая. Мелкая паста. Вот. Мелкая паста. Она хороша для той живописи, если вы хотите создать, скажем, многослойную живопись. Многослойную и, знаете, такой magic. Немножечко такой магии добавить во всем это. Она поблескивает, она имеет достаточно грубую фактуру. Из нее вот классно, если речь идет о классической живописи, то ей хорошо делать облака, снег. Такое, что хочется придать некое мерцание всего. Если же ее использовать в абстракции, в каких-то таких кубических элементах, ей невозможно нарастить большой объем, но ей возможно сделать именно многослойное перемешивание. Многослойное перемешивание лучше всего делать акрилом. Не используйте другие материалы, не используйте акварель, хотя с акварелью она тоже дружит и дружит достаточно хорошо. Но кистью ей работать не надо. Вы испортите себе кистью любую. Будь то это мягкие натуральные материалы, либо это будет синтетика. Щетина все вообще испортит. Мастихины. Желательно мастихины, чтобы были силиконовые. И сразу их промывайте. Вот это вот вещество, оно когда высыхает, оно будет портить вам абсолютно все. Его очень сложно снять с мастихинов, его сложно снять с губок, с чего угодно. Его друг, более крупнофактурная бумага, она находится вот здесь у меня. Здесь юго-очего, к сожалению, не видно. На, вы знаете, берете бумагу, растворяете ее в тазике с горячей водой, взбиваете блендером, добавляете какого-нибудь прозрачного геля, и вот она получается. Ну, конечно, не такая же она у вас получится, но она будет вот это она, такая крупнофактурная бумага. Ее использовать с красками не советую. Я советую ее использовать с другими пастами. В данном случае я взяла пасту. Просто классическая медиум паста, самая популярная. Знаете, как очень густой-густой акрил. В шминке, кстати говоря, в академической серии есть серия Харт акрила. Вот этот вот Харт, такой очень жесткий, очень пластичный, но его минус. Расскажу о минусах тоже. Почему? Потому что они заявляют, что с этой пастой можно делать все, что угодно, и с ней ничего не произойдет. С ней происходит, она сдувается. То есть, как любой акрил, да, после высыхания, он уменьшает свой объем. Вот произошло с этой пастой. Вот здесь я это показала. Вот здесь я наносила это огромнейшим слоем. То есть здесь, ну, прямо слой был, ну, не знаю, ну, сантиметр точно высота слоя была. То есть, если я сейчас покажу в профиль, то вы практически ничего не увидите. Там легкие-легкие выпуклые элементы. Единственный ее огромнейший бонус, ее плюс в том, что если вы хотите создать непрозрачный цвет своего акрила, не используйте белила, используйте вот эту пасту. Для огромнейших полотен, если вы, тем более, рисуете где-то частично валиками, как бы вы ни рисовали валиком, всегда акрил будет прозрачным. Если на больших полотнах вы раскатываете. Если же вы будете рисовать вот с этой пастой, то все будет непрозрачное. То есть, особенно если где-то нужно спрятать косички, или где-то вы рисовали карандашом, очень наверняка сталкивались с тем, что карандаш не стирается. Вам нужно оставить белое место, а карандаш не стирается, и что-то нужно с этим делать. Начинаешь искать какие-то белила, подбирать, или что-то еще, чтобы это спрятать, ничего не работает. Вот эта штука работает. И вот последняя, про которую я бы хотела рассказать именно поочию, это паста. Я немножечко добавила в нее акрил. Это тоже относится к технологии флейков. То есть, в ней находятся такие крупиночки, которые создают интересный объем. Она потрясающе мерцающая. То есть, если мы ее с вами возьмем в руки, начнем ее использовать на коже, то есть, вот такого эффекта на холсте не будет. Она блестящая, она мерцающая. Если вы видите, в ней находится большое количество точечек. Она очень прозрачна. На холсте она такой прозрачной у вас никогда не будет. Но она очень самостоятельна. Ее можно использовать как отдельно, для украшения вашей живописи, так же и для подложки под любой материал. С акрилом, кстати, с масляными красками, она работает ровно по той же технологии, что и с вот этой вот пастой. Если вы нанесете очень большое количество этой пасты, дадите ей высохнуть и нанесете большое количество масляных красок, она так же начнет мокнуть, и из нее можно будет лепить. Очень тоже интересные вещи. Причем, вплоть до того, что можно будет мастихином это снять, долепить и обратно прикрепить. Но приклеивайте на вещество, которое замедляет высыхание. Лучше клей вообще для различных пасты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok